Привет, страну! Русские перцы! Ну, если вдруг нет возможности зайти на наш сайт, а хочется посмотреть все, что происходит, заходите и в наше приложение, и в наши группы ВКонтакте, в Одноклассниках, увидите все. Алексей Сегаев, доброе утро, добрый день. Да, доброе утро. Вот уже, кстати, уведомление пришло в официальной группе Русского радио ВКонтакте, что началась прямая трансляция, потому что у нас в гостях Светлана Лобода. Да! Доброе утро! Доброе утро. Пришла, дорогая, пришла. Приехала. Приехала, принесла. Приехала, принесла. На санях. На санях. Ну, ты всегда в тренде, понимаешь, лето на улице, на санях, нормальная тема. Понимаешь, все в оригинальном стале. Сколько новостей у тебя, я чувствую, Свет? Сколько новостей. Опасность, скользкая дорожка. Скользкая дорожка. Каждый раз перед тем, как задавать вопросы, думаю, нужно ли его задавать. А это, знаешь, я просто рада, что пришла. Да, я вообще не думаю, я не думаю, как дела, Свет? Вообще, мне кажется, что прекрасное утро, хорошая погода, наконец, сегодня нет дождя, и можно подумать о прекрасном, поговорить о хорошем, в конце концов, обняться, давно не обнимались. С радостью. Обнимашки, это наше все, тем более обняться с суперстар. Куда же? Дорогие друзья, у нас сейчас появится обязательно на фотографии Алексей Вячеславович отберет самые красивые вопросы, самые нежные признания в любви к Светлане. Да что-то, я уже пробежала глазами все эти вопросы. Это те вопросы, которые надо думать, прежде чем задавать. Я понял, да. Но людей всегда интересует то, что не особо хочется рассказывать, понимаете. Так в жизни происходит всегда. Но ничего, мы придумаем, как дать правильный, красивый ответ. Ну, конечно, потому что у нас есть их IP-адреса, если вопросы не тут, которые надо, мы приедем, все нормально. Давайте начнем с песни, с клипа. С клипа? Простите меня, когда будет клип. Будет, кстати. Потому что я ехала в лифте, и как раз мне сейчас задали вопрос, Светлана, ну, пожалуйста, скажите, когда же клип? И более того, пишут в Инстаграме в твоем, что тизеры, тизеры, клип давайте, когда? Когда выйдет клип на песне Суперстар? А многие пишут, что клип уже есть, по сути. Потому что такое количество видеороликов, которые сделали вот сейчас люди, но такого, наверное, за всю мою карьеру у нас не происходило. И мы осознали, что произошел такой бум в связи с тем, что каждый человек примерил на себя образ Суперстар, в принципе, как и предполагалось. И все танцуют, и всем хорошо, и уже дети цепляют животы мужчин. То есть такой тренд мощный. А мне цеплять-то не надо даже. Что там, я практически на восьмом месяце. Кому не надо танцовать просто так, почему вашего видеоролика нет у меня в Инстаграм вопрос. А ты знаешь, вот я это хочу сказать так, потому что, Светочка, вот хорошо быть, конечно, суперзвездой, когда ты клип не сняла, а у тебя 654 ролика, и ты говоришь, ну ладно, уж так и будет, смонтирую. Смонтирую из ваших что-нибудь, смонтирую. Хорошо, мы будем сетлайнерами. И мы пока не получили ответ. Итого, клип мы отсняли уже. Это была очень сложная, но очень красивая работа. Исходя из того, что мы видим по материалу, мы понимаем, что это, наверное, ну самая такая мощная, мощная работа в нашей карьере. Мы очень ждем, когда он уже закончится в производстве. Я его монтирую. И очень надеюсь, что числа 25-го и Юля мы его презентуем. А ты, получается, сама работаешь на всех этапах? У нас есть разделение. У нас есть в команде два главных человека. Это Нателла Крапивина, мой продюсер, который является также режиссером моих клипов. А я занимаюсь всем монтажом. Всех видеороликов, всех концертов и всех клипов. Ну, к тебе, наверное, теперь идут же с просьбами, с монтируем. Ну, тихо, тихо. После песни «Цвет настроения синие» сделай песню. Ну, в общем, там теперь много, зачем, много функций. Много функций, да. Много функциональности клана «Лобода». У меня свой бизнес, тебя... Но хотелось бы заниматься собой. Все же. Вы знаете, какая песня у меня стоит первой в часе? Какая? Отгадайте, да? Отгадайте, да. Давайте ее поставим. «Лобода суперстар». Всякие рекламы пошли. Все настроения розовые. Круто. Ну, это просто «Цвет настроения», Томочка, да, конечно. А кто придумал вот эту фразу «Цвет настроения»? Авторы «Брэнские». Ну, просто получилось, что... Получилось так, что просто очень долгое время Филипп искал себе хорошую песню. Попросяла. Мне, честно, вначале не понравилось. А это вот золотая часть, чаще всего крутого трета. Когда он не нравится, вначале... Я думаю, ну, то, что не понравилось, но она думает, ну, какая-то не такая. А потом я хожу, я пою, пою, пою. Я помню, она у вас... Киркоров у вас ее презентовал. Сотностроение. Не, вообще не понравилось. Когда я слышала первую версию «Суперстара», они сказали, какая-то странная песня. Я говорю, подождите, дайте нам еще месяц. Вот, и через месяц это уже... Свет настроения синий, мне кажется, просто порвал всех. Учитывая, что строчка ушла. Ну, вот в «Суперстаре» там же какие-то восточные напевы, да, есть? Поэтому они близкие. Ну, и люди же любят. Они любят на себя примерять, они любят, чтобы фразы им подходили. Они себе на тихотеках танцуют, поют, говорят, я «Суперстар». Прыгают, им хорошо, по сути, что нужно было. А что у вас вообще? А? Вы все работаете и работаете. Да, мы... У вас никогда не бывают перерывы? Не бывает. Должен быть в августе, мы во всяком случае в это верим и надеемся, что в августе у нас будет пережить. Работаем, а что остается? Господи, с таким тоскливым лицом сказали. А то у тебя есть работа. Прямая главная сказка. У меня есть работа, у меня есть работа, да, да. Потому что люди работают 5-2 всю свою жизнь, ну вот какие-то люди работают. Причем у них работа далеко не интересная, не такая, как у вас. Ну да. Когда приходят разные люди, если они как-то общаться, тут заводы. Ну не все разные хорошие профессии. Состоянно жилые. Не, ну я вот к мальчикам присоединилась 3 месяца, когда я работала, но у меня там просто были 10 лет. Тяжело вам работать каждый день, 5-2. Да, но не просто. Есть именно момент того, что и должен обязательно где-то быть. То есть даже вот у вас там, да, у артистов тоже много-много работы, но все равно вы можете раз, только все, я укажу первую. Но картинка-то меняется. Да, все равно, что хорошо. Конечно, а здесь как бы, нет, ну, по-любому с 7 до 11 должен быть здесь. Вот кто-то треснет, то есть, особенно радует, когда перелеты, это вообще крайне. Понимаю. Это ты просто не понимаешь. Особенно, когда ты летишь и понимаешь ситуацию, что как, ну уже, ну вот вот сюда, немножко маленькую зûtарочку просто не тают позадочку, поэтому отрисую. И как бы их голос такой-то говорит, да! Что ты говоришь? Да. У нас китайцев перепрыгнул, бы мы гордились реально. китайские туристы ну да ниже как бы там их много сергей бубка поговорим пока ты почему не вышел вот это клей подожди а вот в интернете то что беременна это на кризис а это 30 секундный маленький ролик у нас есть полное ощущение того что мы видели клип светлана лободы а на самом деле нет это оказывается просто тизер друзья гуляет по интернету а светлана лобода приходит нам в студию в гости говорит что нет клипа то нет мы его только собираемся снимать это вот где-то положение да да это девятый месяц беременности за две недели до родов слушай ну ты там отплясываешь так будто я вам скажу честно вот когда я смотрю на сейчас на экране мы видим это да я смотрю я понимаю что как это происходило я не знаю как нам это удалось это было очень непросто мы снимали вы видите это закат да и закат длится порядка где-то 45 минут около часа подготавливались мы готовились мы порядка наверное четырех часов мы репетировали в дикую жару стояла скорая помощь потому что мы понимали что ситуация мог быть разные женщины были я занимаюсь на протяжении всей своей жизни спортом я танцую ежедневно и до последнего дня до родов я занималась пилатцем растяжками садилась на шпагат поэтому я не могу сказать что для меня это было очень сложно но конечно женщинам беременным я не рекомендую это повторять потому что должна быть очень сильная подготовка физическая для того чтобы это выдержать но моя мама была крайне против она уговаривала меня всеми силами чтобы я на это них и ну вот она ведь не ходи туда я тебя прошу мне еще плохие сны снятся но зачем тебе это нужно две недели осталось я говорю мама возвращаться нужно красиво слушай ты просто знаешь ты внесла некоторые коррективы для всех беременных мамочек потому что раньше господи не могу же очень хочу родить как ускорить теперь по-моему того что покушать остренького еще как сними тизер а самое интересное что журналисты они сразу сказали что светлана лобода после родов выглядит еще страннее чем до беременности вот серьезно заголовок читают такой как ты так быстро пришла форму я думаю что первое это генетика однозначно потому что здесь по-другому это не объяснишь через два дня у меня уже не было живота вот и через две недели я уже улетела до на премиум с тв мы в принципе так и планировали что если я рожу в срок и мне удастся вот эти две недели как раз прийти в себя я приеду и выступлю потому что номер мы параллельно готовили но если я понимала что будет задержка по родам и я не смогу вовремя вылететь то все наше выступление накрылось бы но нам небо помогло и мы а вот красивый перформанс еще и получили премию что было очень приятно остальные участницы этого ролика они тоже в положении все в да это было 10 человек девушек которых мы искали на протяжении трех месяцев по всем по всей мере это профессиональные танцовщицы конечно но по-другому никак быть и не могло которые подписывали договор со мной с моей компанией что мы несем ответственность за все происходящее что мы обязуемся поставить скорую помощь в случае чего отвезти в больницу и взять все расходы на себя поэтому наверное каким-то образом им было выгодно участвовать в ролике если бы кто-то разродился прямо на площадке вы просто оплатили бы их род а это далеко не дешево кто-то разродился нет слава богу все произошло а там был пункт там шагл проверяет сам ты в тизере в лабады снимаешься каждый по коляске девчонки были действительно очень такие выносливые потому что все как и я занимались спортом на протяжении всей жизни и они они как у нас происходило мы делали допустим пару дублей потом все отдыхали у каждого из них был помощник подходили помогали с водой всех приводили в порядок то есть они в принципе вот делали пару минут какое-то какое-то движение потом имели возможность выдыхать они уже все мамами стали на восьмом-седьмом месте я понял что нужно сделать свет я понял буквально раз-два-три-четыре ну лет пять должно пройти до тебе нужно собрать всех родившихся детей до чтобы они сняли такой же ролик только на рассвете понимаешь прям так рос и бомбануть а мамки рядом такие наши качают тогда силу того что все координаты девчонок не остались и все вот написали мне о том что уже родили это можно реализовать не ну прикольно потому что они все родили да тут получается у них раз у них того не все крестная лобода и по видео подтверждение извиняйте ребят юриф ты говоришь живо да у тебя есть песню лободы под названием я старт у нас есть шанс увидеть нас есть три минуты на три минуты шанс увидеть как ты танцуешь также как в клипе а мне нужна скорая а мне нужна вода а мы возьмем все расходы на себя и на контракте у лабады ладушки юриф это твой шанс использую пожалуйста суперстар на русском радио друзья прямо сейчас реклама на русском радио лекция он себе лакменов представляет но видишь мне отблагодарила небо это как я строго говорю очень люблю тяжело наверно был перелет я вам скажу так что вы все тоже об этом слышите я подумала что время три месяца мне будет дано для того чтобы отдохнуть но я в это время сняла тизер который готовил там месяц или полтора сняла фильм документально своей жизни который мы в сентябре призем туз сняла 5 фотосессии меня ни одного дня не в этом а сколько по времени ты овощем лежала просто могут хотя бы там день два дней пару дней наверное полежать ну вот после родов конечно два дня через два дня когда я вышла на улицу а в больнице тебя не спускают и сами справа определенные ты не можешь выходить на улицу ты должен лежать и приходить себя и через два дня я вышла и поняла что это такой кайф когда ты живешь у тебя солнце светит я поняла как бедные люди которые находятся в тюрьме как же они живут поэтому я взяла и написала альбом для вас лобода в законе я вам все отвечу позже ребята я пытаюсь пока поговорить здесь с этим мальчик один это сам по поводу тюремной лирики мальчик один на фестивале я в этом самом в пульске я провел мероприятие и он твою песню пил гитару короче чувак какую сейчас нет нет который под шансом облака белым солнце и тусако прям я думаю а я в середине уплета понял думаю он припев то убрал ну там как у меня очень близкий друг саша лепка канавала это человек который сделал огромное количество песен гриши лепсов он был сам продюсер на протяжении многих лет и работал с ним сделал мне к черту любовь твои глаза самые известные хиты и он говорит самый первый признак китай ты можешь любую песню взять и переложить под гитару да если по гитару машины на или дворовой как будто это означает что все у нас есть на утреннем шоу такое поверье от признака если значит артист приходит приносит песню под гитару ложится то ладно если лёша начинает в течение недели подбирать а потом через неделю приходится стоит на стул и поет прям но пока 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 так так как она такая она в отличие твои глаза не сразу понравились а супер ставут она тоже как но она она специфическая она специфическая она вроде начали не нравится а потом вот она я понимаю что ты хочешь как мне кстати наоборот а мне вот насколько твои глаза сразу понравились а супер ставила глаза вару и чайки это все равно хит такой для для всех там есть определенное понятие по мелодии по гармонии супер стар это песня тренд это песня может стать реально гимна у всех мамочек на все же это и планирует никому не говори что не каждая мамочка не вздрагивают оптимально просто моя врач которая меня вела и когда принесла она знала что я уже определенный день она была на связи она говорила то что если не дай бог что я сразу выйду в больницу мы рассчитали по времени сколько нам ехать от площадки до больницы то есть 40 минут чтобы мы успели чтобы ничего не произошло я договорилась за девочек если вдруг что говорится не дай бог пройдет ситуация говорю я их сразу в больницу и сама все включу они гайну вы лихая женщина вы не такой конечно я знаю что я сделаю такой тизер который принципе я понимала что такого еще нет что в принципе это будет работать это очень сильная провокация как бы провокация реально экстремальная жизнь порой такая случилась вот эти все движения друзья жизнь для вас скучная для меня скучно я устраиваю себе приключения как развлекаетесь вы давайте я медляк следующий слой на краях тогда ты сама на свои вопросы как ты развлекаешься по ним вот это все я живу вы видите что принципе моя жизнь моя работа я от нечет я тогда понимаю что у меня ничего больше нет то есть у меня есть дети которых я обожаю и я действительно мамочка очень ну так фанатично отношусь к детям и я даже думаю что нужно ситуацию пускать потому что держишь так тут особенно старшую мне тяжело потому что я очень очень сильно такой человек привязываю привязываюсь к своим корням я очень люблю свою семью у нас вообще в семье это культ культ семьи поэтому сейчас мы трясемся над малышкой да у меня есть сестра младшая которая была с ним в америке и помогала мне с малышкой одной и второй моя девочка обожает нашу манюню вот и невозможно оттащить просто от ребенка то есть я говорю главное пожалуйста не выверни ручки ножки даже меня малыш когда совсем на самом деле сад самой жизни когда это опасно даже принесли у нее же там проверяет все и когда привнес этот врач дочку да и так это значит нормально это начал жонгвир а еще есть такой момент что детки сейчас держит голову буквально на второй-третий день они тебе приносят ребенка а нужно в труден тебе уже как это возможно они говорят ну да вот сейчас такие дети у них действительно сильная сильные кости они рождаются уже сильными в отличие от нас которые лежали до четырех месяцев еще да совсем революция ребенка русское радио представляют с утра да 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 лобода на русском радио светлана лобода и это кстати первое интервью в прямом эфире светлана лободы после выхода из декрета ну так можно сказать два дня ты говоришь была в декрете всего лишь да 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 доброе утро еще раз доброе утро всем слушателям самый экстремальный короткий декрет который я вообще либо знаю так нормально родили все хорошо отлично у меня премия пока но я на премии прилетела на пару дней и через то есть мы премия произошла и ночью улетела обратно в америку и ребенка не видел всего лишь два дня и с ним была моя мама моя сестра моя няня моя тетя всех любимых женщин нашей семье они все помогали мне да и но это было прекрасно потому что я понимала что моя мама смотрела на меня и говорит ты не можешь не полететь но ты жарки ты же сойдешь с ума тебе же ты же просто задохнешься дома но слетая на денек мы все присмотрим плюс ко всему я кормлю ребенка и сейчас уже пошел второй месяц и у нас есть огромное количество приспособлений для того чтобы ребенок был накормлен напои а он сейчас где здесь в москве да сейчас мы вернулись как старшая дочка отреагировал на появление еще на протяжении двух лет просила меня сестру она даже не просила уже последние годы натребовала и когда и я скрывала это достаточно долгий срок и до восьмого месяца малышка моя девочка не знала что у нее сестра она говорила что мама поправилась и ею же не очень красиво мама что-то у тебя уже очень сильно большой живот ты уверена что ты не беременна и грема девочка ну конечно и ими ну посмотри на маму ну какой же беременна мама тебе нужно точно меньше кушать ты уже очень нехорошо выглядишь поэтому мы восемь месяцев всем сказали когда ребенок уже перестал ходить в школу я сказала что я беременна понимала что как только мой ребенок об этом знает будет знать вся об этом все вокруг и мы это не удержим вот и на восьмом месяце мы улетели и нам там прекрасно жилось и хорошая погода и пальмы и конечно все это очень сильно вдохновляет поэтому я поняла что если я вдруг еще раз захочу вот окунуться в такой прекрасный процесс я обязательно сделаю это в америке как так вот можно 8 месяцев говорить дочке что это мать так с борща разбарабанила но я же худенькая у меня рос только-только живот по сути вот это меня и спасало а так и кстати у нас же здесь на русском ряде давала живой концерт но если вы помните я была в прекрасной рубашке я помню прекрасно этот момент и многие тогда тоже как раз гадали вообще ходят слухи что лобода да не посмотри вот она поет это как они а может все таки да это просто модный оверсайз как-то да 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 актуально да наши и пиджаки да 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 рубашки а ты уже была ты все знала но молчала тогда я все знала но мне нужно было продержаться еще какое-то время только мы знали на просто нельзя было про это говорить кто-нибудь подумал что мы тоже что-нибудь знаем но молчим а чё нам будет захоронение секрета все ничего тебе не послушайте вы практически члены нашей семьи ну-ну-ну-ну вам нельзя вести себя так чтобы артист нервничал а ну да потому что пропадет молоко и заловка употреблю слова взять взять и взять что вы еще знаете контакты третьего рода просто сейчас мы перечислим все у меня люди смеются у меня в инстаграме люди просто все только вот только смайловым какие основные вопросы вот а задают люди ну сейчас два вопроса да сейчас я два вопроса вопроса не не буду задавать придет свое время вот мы тоже думаем что ты сейчас ну так сказать мы не таешь немножко вокруг себя такую информационную обстановку вот когда выйдет клип я полагаю тогда все станет ясно все станет мы будем первыми кстати может быть даже раньше может быть даже раньше может быть даже может она умеет интригу повесить свет а может даже сегодня это моя профессия часть моей профессии давайте потанцуем что ли давайте песню что послушаем да может секрет какой выведом сейчас сейчас раскрутим у нас есть три минуты да светлана снова вот так здесь ой 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 что у вас происходит ну скажи что-нибудь расскажи что-нибудь а скажи какую-нибудь тайну уже хоть что-нибудь расскажи хотя бы рецепт расскажи какую-нибудь тайну любой вообще свет на бомбани просто хорошо расскажи тогда вообще вообще ничего для фигуры не пришлось делать мы растяжки по два часа в день более того я родила и уже вызывала свою девочку чтобы заниматься она говорит что нам хотя бы неделя нужна неделю времени потому что мышцы еще очень слабые нельзя заниматься оказывается вот что очень важно знать даже всем кто занимается пилатесом и растяжками вам нужно обязательно выжить хотя бы хотя бы 10 дней после родов в начале она сама недели недели шесть дней я позже семь дней попросила все-таки у меня растяжка потому что тело уже очень красиво уже необходимо было но первые два дня вообще тебе тяжело особенно на третий день сложно у тебя там начинаются все процессы связанные с грудью очень очень нелегко люди которые женщины которые рожают они они знают о чем я говорю но если ты к этому относишься легко как к празднику как вообще к событию классного в твоей жизни а не к тому что ты нужно лежать и ничем не заниматься то это проходит все очень быстро можно покрыть ну а счастливый папка быть родителями это счастливый папка когда присутствовал человек да 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 причем жена тоже она лежит что-то кричала кричала а потом говорит ты же будь неиспугливых у меня хороший уже а я для мужчин это вообще страшно что помочь что сделать что где уже врачи дайте тебе руки завязывай успокойте это удивительно я до сих пор не понимаю почему как это происходит невозможно объяснить то есть я не знаю самое большое чудо знаешь женщины делятся на две категории которые вот я больше никогда это самое ужасное что было а вот есть такие как ты которые просто мне нравится все я очень хочу еще мы подозреваем что-то это не последний раз я думаю что да а сколько ты вот так ну прикинула для себя трудно а сколько ты готова приятеля не знаю сейчас в инстаграме посмотришь мамочки вы видите какой сейчас бум вообще на то чтобы на семью я почему спрашиваю на детей чем больше тем лучше а дочки сколько старше семь семь она пошла в первый класс уже или у нее нет она у тебя очень красивая девочка она еще очень умная девочка она занимается на фотоапиано она поет потрясающе красиво сейчас год назад прорезался внезапно я прочитала что у тебя бабушка оперная певица я думаю что она скорее всего в нее потому что у нее академический вокал она застала она знает И только у ребенка не бывает от general у ребенка всегда ровный голос они поют они не знают как они просто тянут metal и все ад подал ребенка именно она понимает как виблиять то часто что передается через поколение Да, потому что мне это написать очень долгое время учиться, а у нее это было прям природа. Пойдемте 10 секунд, сейчас. Сразу 10 секунд. Давай. И я вас люблю. Светлана Лобода у нас в гостях, друзья. Свет, мы пообщались с тобой за эфиром, те, кто смотрит прямую трансляцию, слышали, что ты рассказывала о том, как буквально через два дня после родов ты утонулась на премию, после премии сразу хоп, назад вернулась в Соединенные Штаты. Это вот нам интересно, а ты всегда такая была или это после чего-то у тебя произошло, когда ты стала отдаваться творчеству? Моторчик в одном месте или после того, как ты случайно упала в детстве? Нет, это всегда происходило в моей жизни, что я была очень энергичным ребенком. И в детстве мама мечтала о том, чтобы я поскорее выросла, потому что я была страшной забиякой, я лазила по деревьям, я ломала себе конечности, и приходила домой с выдранным кулаком волос, то поломанные пальцы у меня были, то поломанная нога. И мама говорит, господи, когда этот ребенок уже повзрослеет и станет девочкой. Ну вот ребенок повзрослел, стал девочкой и всю свою энергию теперь концентрирует в работу. И наверное поэтому она стремительно двигается вперед. Мама сейчас что говорит? Мама очень счастлива, потому что у нее две внучки, и она счастливая бабушка. Маме тоже много энергии, ей 57 лет, но она отлично выглядящая женщина, при этом практически даже женщина, которая удивительная вообще, она даже не наносит крем. Я ей говорю, мама, перед тем, как ложиться спать, нужно нанести увлажняющий крем на лицо. Она говорит, у меня и так хорошая кожа, но у нее действительно прекрасная кожа. А вы слышали вот это утверждение, что нынешние 50-летние, это как раз те самые 30-летние, как раньше было? То есть вот сейчас новые 30, это 50. Ну я думаю, что еще очень многое зависит от того, как ты спишь, насколько у тебя эмоционально правильный фон, насколько ты настроен правильно на жизнь, чем ты питаешься. Тут, конечно, огромное количество вводных, но если человек все это соблюдает, и если он позитивен сам по себе, моя мама дикий позитив, то есть она всегда улыбается, она очень любит людей. И у нас в семье это передалось от мамы, вот поэтому я думаю, что с энергетикой как раз вот все, оно работает в совокупности. А дочки такие же в тебя? Да, да. Такие же? Да, уже ела моторчик, а малышка, ну такая с характером, требовательная. Жару даст? Я думаю, что да, я думаю, что мы еще поглядим на нее. А ты, кстати, сказала, что, ну ты подозреваешь, что это не последний твой ребенок, то есть есть еще желание? Мне бы хотелось. Подозревает, будет в раме и подозревает, и я подозреваю. Не-не-не, Леша, это просто женская тема, многие рожают и говорят, я больше никогда. Моя команда была бы сейчас не очень довольна, потому что им не очень нравится три месяца отдыхать. Но я думаю, лет через пять я еще об этом задумываюсь, конечно. Дорогие журналисты. Более того, Светлана задумывалась об этом уже сейчас, она уже знает, что будет через пять лет. Дорогие друзья, рожают через пять. Мы тут немножко покопались в твоей биографии. У тебя бабушка Людмила Лобода, оперная певица. А она тебя как-то приучала вот к такому репертуару? Она была моей сиделкой. Она занималась со мной в то время, когда папа и мама много работали. И она с утра до ночи играла мне на рояле. У нас дома стоял такой маленький рояль. Он все время не строил. И она все время играла разные песни. Грузинские, армянские. Почему-то ей очень сильно нравились. И песни, которые она пела в оперном театре. Она пела мэцисопрано красивым, глубоким голосом. И учила меня этому. После мы ходили с ней на улице гулять. И мы присоединялись к разным. Раньше, помните, было как свадьбы отмечались на улице? Свадьбы, похороны. Все это происходило на улице. Все могли присоединяться. Вот мы с бабушкой присоединялись к разным людям. Она подходила, говорит, давайте я вам спою. Потому что бабушка была очень нереализована по жизни. Потому что в свое время, я очень много раз рассказывала эту историю. Ее муж, он служил в КГБ. И он забрал ее с работы оперной певицы. Посадил дома. Посадил дома и сказал, что ты моя жена. Да, ты красивая женщина. Но ты должна сидеть дома и заниматься моими детьми. Потому что иначе мне такая жена не нужна. Бабушка оставила сцену. По сей день этому очень не рада. И считает, что все, что она бы хотела в жизни, реализовываю я. Но она меня очень многому научила. И я думаю, что, в принципе, то, что мы имеем сегодня, это, безусловно, музыкальная грамота от бабушки. Папа мой пел в хоре на протяжении 7 лет. И я по стопам вот нашей семьи, в принципе, пошла вот туда же. Пою, где могу. То есть, дорогие друзья, если вы нечаянно увидите, идущую по улице Свету, который говорит, ой, у вас свадьба, а можно я спою? Только, ребят, вы сэкономьте, мой вам завет. Это было в детстве, это было в детстве. Сейчас мы научились на этом зарабатывать деньги. Молодец! Друзья, проверемся, и через детский вид продолжит Светлана Лобода в гостях у «Русских перцев». «Русские перцы» На русском радио Только одна часть встречи, я не знаю, никакого эфира, мне кажется, не было. Когда вы не задаете вопросы, а просто шлете мне поцелуйчики, сердечки. Кроме того, что это, вопросы, да, мне за них. Ну что вы там? Восторожная связь. Все окей? Вам все слышно видно? Я начну вам выходить, наконец-то. Вы будете меня видеть. У нас будет прям две минутки. Да? Хотя, да? А на поцелуйчике на прощание? Не-не, ну сейчас мы, может, у нас реклама песенка, потом... Да-да-да-да! А ты чего, аудитория в Инстаграме? Очень. Что они? Вообще считаю, что Инстаграм потрясающая сеть. Инстаграм потрясающая сеть. Потому что, ну, это доступ к людям, которые тебя любят. И, соответственно, получается, какой-то сразу взаимообмен. Да, и сразу понимаешь, что у кого как. А как много вот этих вот негативных людей? Ну, вы знаете, когда ты делаешь какую-либо провокацию, всегда есть люди, которые там негодуются и что-то пишут. Но это часть этого мирка. По названию Инстаграма, по избу. Поэтому к этому нужно очень лояльно относиться. Ну и хорошо, да, получается, что эмоция какая-то вызвалась. Если нет никакой эмоции, то... В Аркевах в Инстаграм огромное количество детей. Вот, и Ботов. И поэтому... Ну, ты должен понимать, что там есть, безусловно, твоя аудитория, которая тебя любит, с которой ты вот сейчас, допустим, ребята, с которыми мы общаемся. И это твоя главная публика, твои главные люди в твоей жизни. Сколько у тебя сейчас шуток смотрит? Сейчас около 70 тысяч. Это очень много. То есть как Ботов? Ну, 70 тысяч, это получается прям реально тебе лайк. А в декрете доставки еды, это сейчас, наверное, 70 тысяч. Да, сейчас мы постановим, посмотрим. А, нет, 49. 49. Ну, извините, тоже много. 50-70 бывает. Да, да, да. Нет, просто они же отсоединяются, извините, 50 тысяч. Значит, это тоже, ты знаешь, нет. Блин, да. Я сейчас покажу я снова. Давай через ту и сеть машину в программу. Если каждый из этих людей... Друзья, простите, нам нужно было посмотреть, какое количество вас смотрит. Поэтому я первый мой фильм показала ребятам. А мы, кстати, посмотри уже. Показывали 70 тысяч мне на экране. Сейчас я посмотрю, я зайду через... А сейчас показываю, что это все разделить. Что-то вас мало, а-то обычного вас оклассиваются. Они еще стеркнулись. Соединяются к нам, задавайте свои вопросы. Где еще? Это очень много. То есть ты сидишь, получается, и тебя вот в это время наблюдают такое количество людей. Это удивительно, очень просто удивительно. Удивительно. 21 тысячи переключуло время рекламы сейчас просто. А Светлана? Они же, да, они же ведутся главные рекламы. Почему? Вы тут? Я тоже тут. Давайте пока отвечаю на ваши вопросы, чтобы там посетить. Сонечка, моя лапа, ты готова лететь со мной в Париж? Соня, собирай вещички. Мы в ближайшее время полетим в Париж на концерт Бьюти с очень классной девчонкой. Соней. Проявляется моим стилистом. Соня Солтас. Можете к ней подписываться. Соня, прости. Я знаю, что ты этого не любишь. Но что делать? Да. С днем рождения, доченька. Спасибо. Ахмед. Привет, Ахмед. Смешно. Привет, Ахмед. Боже мой, у меня такое количество ребят, которых я все время наблюдаю. Вот допустим, Лобода Стим или Лобода Фан. Ребят, вы знаете, что я вас часто качаю в видео, которое вы монтируете? Вы офигенно делаете. В общем, материалы, связанные с моей жизнью. Поэтому я всегда вам очень-очень сильно благодарна за это. Сейчас, знаешь, те, кто смотрит нашу трансляцию, думают, сидит Лобода Фан на стол и сама с тобой что-то разговаривает. Пошли, сыпь. Свет, а что мурчишь? Свет, что мурчишь? Что такое? Да-да-да. А у вас из них пишут, да? Пишут. Пишут. Все идет по странам. Сейчас все, кто смотрит трансляцию, то они все это тоже интересуют. Простите, друзья, но у меня очень много тысяч моих личных. Я думаю, что вот они здесь тоже все твои. То есть это все общие, общие тысячи. Класс. Это хорошо. Чем больше вас, тем лучше нам. Сейчас хорошо было. Чем больше вас, тем лучше нам. Спрашивают наши слушатели, твои, там же тоже сидящие, когда начнете тур, по каким городам? Тур вот уже начинается. Керенджик, Анапа, Питер. Сейчас на сайте есть вся информация. Вот, на сайте. Я сегодня повешу в Инстаграм, в History, чтобы вы видели. С 17-го числа начинается тур по городам. И самое важное, кстати, об этом эфире же можно сказать. Русская Радиш поддерживает наши большие концерты в Крокусе. Да, у всех будет большие. Давайте на этом закончим. Да, да. У нас на сегодняшний день два концерта, мы планируем три-четыре, потому что билет уже... Давай вот сейчас расскажем про концерты и про тур, потому что, ну, действительно, людям интересно будет. Когда тебе уйдет? 25-26 октября в Крокусе. Если вы еще не купили билеты, вам нужно скорее это сделать, потому что вы просто не успеете. Ну, хотя бы ищем еще дополнительные даты. Может быть, нам удастся. Но мы, честно говоря, немножко сами виноваты. Я изначально говорила, что нужно брать 4-5 дат. Но в силу того, что Крокус расписан много времени вперед, и все задают вопрос, почему не Олимпийский. А я говорю, что Олимпийский – это площадка с очень плохим звуком. Там никогда невозможно строить тот звук, который мне необходим. А в силу того, что мы большие перфекционисты, и нам очень важно, чтобы это все очень красиво звучало. Плюс ко всему, мы хотим задействовать дополнительно музыкантов, и нам нужно всех озвучить, так будет много людей на сцене. Нам Олимпийский не подходит. Поэтому мы решили, что взять пять Крокусов, это как Олимпийский, или как два. Но сделать концерт для той публики… Мы делаем концерты с сидящим залом, мы делаем концерты с фан-зоной полосы, убирая все места. Поэтому у нас будет все хорошо. Это дни подряд. Хейштег будет в Крокус, как на работу, конечно. Это по дни не получится, вы уже заняты. Ну, может быть, удастся. А, может. Вот сейчас набираем. Ну, там, после ее такую артисту, которые не продаются, поэтому никому. Сейчас нормально все продаются. Сейчас нормально все продаются. Это выкупила дату. Монатик будет? Думаю. Думаю. Есть определенные условия. Удивные. С его стороны или всего? Ну, вообще условия жизни, которые мы в реале… А режиссер шоу кто-то получается тоже? Ой, у нас тут три режиссера шоу. У нас есть те правильный режиссер, у нас есть Нателло, я и еще ребята, которые были с нами за просто психшоу. Даже четыре получается. Мы делим шоу на блоки. Ага. Ну, тогда придут люди, ничего не пнуть. Ну, и можно прикинуть… А с типа заданием сдавать билеты начнут прямо сразу, да? Удивиться. Да? Мы должны удивляться. Мы должны вас удивлять. Правильно? Поэтому не все сразу. Все чуть-чуть дозировано. Мы придем еще на русское радио, еще о шоу поговорим. Леш, безопис. Леш, безопис. Леш, безопис. Друзья, что в скором времени придет к нам еще раз… И уже… И выдаст-то Китаю. В полной мере поделится информацией, в том числе и о выступлении, которое намечается, я так понимаю, осенью. Осенью в октябре, 25-26 октября, будет большое шоу в Крокусе. При поддержке Русского радио. При поддержке Русского радио. Мы планируем еще дополнительные концерты сейчас, потому что эти Крокусы уже проданы практически. Поэтому, если вы не успели купить билеты, вы можете их не успеть купить. Поэтому спешите, торопитесь. Это будет действительно, я надеюсь, очень хорошее, красивое событие в Москве. Также будут концерты на стадионе в Минске. И еще пару стран мы захватим, о которых мы скажем чуть-чуть попозже. Слушай, ну, по сути говоря, есть же один какой-то вариант эксклюзивный, да? Еще к этому месяцу не будут разобраны практически все фан-зоны, да, в футболу. Поэтому концерт можно транслировать в большинстве городов. Нам, кстати, предлагали выступить на стадионе и сделать большой концерт. Но мы считаем, что если мы готовим свое большое шоу, нам нет смысла отдавать его кому-то. Лучше подготовиться полноценно и сделать еще дополнительный день. И своим нашим поклонникам уже показать это в полной мере на правильной площадке с хорошим звуком. В ближайшее время мы едем в тур. В 17-го числа начинаются города. Вы можете посмотреть их на сайте. Это Геленджик, Аннапа, Сочи. Очень много городов. Также мы поедем в Германию. У нас будет большой тур по Германии, по Америке. В общем, смотрите все на сайте. Все сможете наблюдать, смотреть, искать, где, в каком городе сегодня я. И приходить к нам в гости. Короче, мама Света поехала работать. Да, да, да. Ты после русского радио куда поедешь? Домой к детям? На Пилатес. А потом 23 интервью, 4 прямых эфира и можно уже. А потом меня ждут дочки. Дочки ждут. Я приеду к ним и вечером еще выйду на репетицию. Красота. Светульчка, мы желаем тебе крепкого здоровья. Спасибо. Еще раз крепкого здоровья и еще раз крепкого здоровья. Спасибо. Чтобы все это выдержать и таким же образом быть стопроцентным трудоголиком, любить свою работу и на работе отдыхать флюидами отличного настроения. У нас просто питать. Ты молодец. Ты красотка, ты крута. Благодаря. Нам очень хочется, чтобы у тебя детей появилось побольше. Раз уж ты о них заговорила. Вы хотите, чтобы я все время почаще отсутствовала. Продолжай, Свет. Спасибо. Спасибо вам большое. Хорошего вам настроения. Еще раз увидимся в Крокусах 25-26 октября. Русское радио. Мы еще придем обязательно к вам в эфир. И пусть у всех все будет хорошо. Отлично. Спасибо тебе большое. Галь Корнева, Светлана Лободан. Алексей Сегаев. До завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok